Из покон веков известно, что люди жаждут лишь двух вещей – хлеба и зрелищ. В древнем мире зрелищами чаще всего были бои гладиаторов, и, к сожалению, тенденция не меняется. Любители поглазеть на драку и заснять ее на мобильный – хоть отбавляй. Большинство поединков идут по одному сценарию – несколько раундов, нокаут или победа по очкам. Но это совсем не значит, что не бывает необычных боев. Сегодня мы посмотрим на 10 самых необычных поединков в спорте. Наблюдать за боем в ринге, как наблюдать за интересным представлением, где каждому актеру отведена своя роль. Правда, когда эти актеры синхронно играют одно и то же, может произойти и подобная ситуация. Одновременное поражение двух противников, как это произошло у Пола Сэмюэлса и Челло Ренды. Вы когда-нибудь видели одновременный нокаут? В 2017 году в поединке, организованном Octagon Fighting Sensation, сошлись между собой Ажмал Аталвал из Афганистана и представитель Польши Кшиштоф Галашевский. Закончился бой веселой гильотиной-каруселью, в которой афганец чуть не задушил поляка. Этот прием в борьбе называется Helicopter Choke. Часто зрители с нетерпением ждут очередного боя, смотрят его в зале или у телевизора, готовясь к продолжительному представлению. Похоже, те, кто пришли на этот бой, были очень разочарованы тем, что он так быстро закончился. Такой удар называется чип-шот, и встречаются такие случаи нередко, как может показаться. Но лично нам кажется, что такой удар из-под тишка совсем не красит победившего бойца. Люди с ограниченными возможностями порой могут гораздо больше, чем мы можем себе представить. Подобный пример нам показывает и этот парень. Имя ему Ник Ньюэл. Несмотря на отсутствие части руки, он легко кладет на лопатки соперников. А кто-то продолжает сидеть дома и ныть, что ничего в жизни не получается. Еще один пример невероятно смелого и спортивного парня показывает нам Кайл Меннард. Он родился бесконечностей, но проживает свою жизнь более чем ярко и достойно, исполняя мечты. Например, он вышел на ринг против абсолютно здорового соперника Брайна Фрая. Все было по-честному, Брайан одержал победу, но Кайл ничуть не расстроился, а только очередной раз доказал себе и окружающим, что невозможное возможно. Японец Икухиса Минова является поистине профессиональным бойцом ММА. При таком небольшом росте всего 175 см, ему часто приходилось держать осаду от огромных титанов этого вида спорта. Один из самых необычных его боев состоялся в 2009 году против огромного Хонгмен Чоя, который весил больше Миновы на 70 кг. А ведь ловкий японец взял на болевой гиганта и таким образом добыл победу. Следующая необычная схватка, конечно, шуточная, но от этого не менее интересная. Дело было в Испании. В левом углу – Тату, роста метр и 70 см и весом в 69 кг. В правом углу – Ниндзя, весящий на 200 кило больше, а его рост составляет 2 метра 46 см. Показательное выступление закончилось поражением меньшего спортсмена. Его даже унесли на носилках медицинские работники. Представление удалось на славу. В боевых видах спорта иногда судьбу спортсмена могут решить доли секунды. Вот наглядный пример. В самом конце раунда боксеры были в пылу схватки, и один из них нанес нокаутирующий удар через секунду после гонга. Он стал праздновать победу, но судьи присудили ее сокрушенному спортсмену. Но нам кажется, там невозможно было среагировать. Этот бой – один из самых известных в мире ММА. Один из его участников – рекордсмен книги Гиннесса, поскольку он считался самым тяжелым спортсменом в мире, привесив 400 кг. Учитывая то, какая нагрузка на сердце происходит при такой комплекции, удивительно, как Эммануэль Ярбора вообще передвигался, а он был еще и борцом. «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет», гласит одна известная пословица. Но она не о нашем герое. Им оказался Даиджу Токати весом 83 кило и ростом 1 метр 82 сантиметра, который одержал победу над здоровяком. А закончить бы хотелось на позитиве. Не думайте, что бойцы – жестокие машины, нацеленные только на побоище. Они такие же люди, как и мы. Интересно, как прошел бой после такого теплого начала. Они, наверное, гладили друг друга. Не забудьте поставить лайк, если понравилось видео. Ну а на сегодня все.